Гарнизонный читатель особого склада Гарнизонный читатель особого склада уверенный в Союзе писателей России, который отметил недавно свое 60-летие. Во время празднования юбилея была озвучена верная мысль о крепком моральном стержне такой творческой организации, сформированном давними духовными традициями, заложенными мощным культурным кодом. Его истоки в соблюдении принципов честы и достоинства, которыми всегда руководствовались наши предки, и в памяти об этом на генном уровне. В этой памяти даны неживое и уважительное отношение в том числе и к воинству родного Отечества. В деятельности вставшего сегодня на путь обновления Союза писателей России эта память все более отчетливо приобретает практический характер. В формате Творческого союза создан Военно-художественный совет, который целенаправленно работает с литераторами и читателями во множестве гарнизонов страны. Как отметил возглавивший эту общественно-литературную структуру начальник военно-художественной студии писателей полковник запаса Владимир Силкен, на сегодняшний день в наших вооруженных силах успешно действуют более 50 литературных объединений. Им в помощь разработано и издано информационно-методическое пособие по истории литературных объединений в армии и на флоте. Ряды военных писателей пополняются молодыми поэтами и прозаиками, которые все увереннее встают на крыло. Уже можно говорить об интересе читателей к творчеству сержанта Сергея Лобанова из Ставрополье, старшего пропорщика Елены Коноваловой из Кировской области, капитана Александра Чикрыжева из Курганской области, суворовца из Казани Максима Царегородцева и других военных авторов. И командировки писателей стали все чаще иметь адреса конкретных воинских частей. Десятки литераторов побывали в дальних гарнизонах горячих точек, в том числе и в Сирии, где они делились пищей духовной с писательскими талантами в войсках, ближе ознакомились с ратными буднями людей в погонах, зарядились их жизненной энергией, беззаветной преданностью родному Отечеству. Как отмечает председатель Союза писателей России, литератор с биографией боевого офицера ВДВ Николай Иванов, читательская военная аудитория отличается особой чуткостью к правдивости и нравственности литературы. Ей свойственно и тонкое восприятие художественного образа, лирических мотивов. Именно в интересах читателей была организована творческая акция по доставке книжного боезапаса в Сирию, в которой участвовали вице-президент Российского книжного союза Леонид Полька, главный редактор издательства Вечи Сергей Дмитриев и председатель Союза писателей России Николай Иванов. Книги из серии «Сибириада», романы Александра Дюма, собрания сочинений Валентина Пикуля, популярные энциклопедии и справочники значительно обновили фонд библиотеки базы и стали основой передвижной мини-читальной для российских блокпостов в районе дислокации. Десятки литераторов побывали в дальних гарнизонах горячих точек, в том числе и в Сирии, где они делились пищей духовной с писательскими талантами. В войсках впечатлениями от этой сирийской командировки поделился председатель Союза писателей России Николай Иванов. «Авиабаза Хмеймем встретила нас теплым ветерком и стендом места для вашего смартфона, на котором гвоздями сотками было прибито около полусотни разномастных мобильников. Телефонами здесь по роду службы не положено пользоваться. За свои телефоны, опечатанные и оставленные в самолете, мы не волновались. Для нас важнее был прибывший с нами особый, можно сказать, стратегический груз, который так старательно был загружен на подмосковном военном аэродроме и состоял из 2000 книг более 800 наименований. Соответственно, при отсутствии не только телефонов, но и интернета, а на блокпостах и телевидения, книга здесь вновь вернулась на первое место по информационной и духовной значимости в жизни человека. Собственно, военнослужащие и просили в подарок книги, только книги и еще больше книг, потому что на библиотечных полках они не задерживались. И едва по базе прошел слух, что писатели привезли новые книги, к библиотеке выстроилась солидная очередь заинтересованных читателей. Первая встреча с военнослужащими гарнизона состоялась в летном клубе. Привезенных книг хватило, чтобы практически полностью заменить буквально зачитанные книги библиотечного фонда гарнизона и организовать еще и небольшую передвижную библиотеку для бойцов на отдаленных блокпостах. Кроме этого, писательский десант провел еще несколько встреч с личным составом базы, на одной из которых также присутствовали представители общества российско-сирийской дружбы. Надо сказать, что самые активные читатели были отмечены грамотами и знаками Российского книжного союза. Одному из бойцов был вручен билет члена Союза писателей России. А от Союза писателей России библиотеки был передан бюст Михаила Шалохова, который в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Отмечу, что наши рассказы во время встреч всегда встречали неизменный интерес. Леонид Палько поведал слушателям о деятельности книжного союза, Сергей Дмитриев читал стихи. Не менее насыщенным по эмоциям и полученной обоюдной информацией оказался и выезд на блокпост к десантникам и военным полицейским, охраняющим российскую авиабазу. Теперь мы знаем, что символическое пересечение границы между войной и миром это когда в самолете возвращают твои телефоны и ты вроде бы снова переходишь к привычной жизни. Но могу сказать, что мы как-то сразу привыкли и к жизни там, на базе. Где на крышах зданий черепахами откинулись на спины тарелки локаторы, где из бомботары сделаны лавочки и наличники на стенах столовой, имитирующие окна в русских избах, где на банках тушенки четко выделяется надпись не для продажи, а стиль одежды военной форменной. Тамошняя жизнь становится и твоей. Кажется, что в ней всегда будет теперь присутствовать российский пограничный столб, который стоит прямо в центре базы, и ты всегда будешь ходить по здешним улицам, названным в честь героев России Пешкова и Филиппова. Но все равно мечтаешь о родном доме, о встрече с близкими. И остро понимаешь, как же нужна здесь именно духовная пища, книжное слово. Конечно, мы приедем сюда еще не раз. И снова с книгами. Которые, как говорили в былые времена, лучший подарок. Владимир Сосницкий, Красная звезда.